Посмотрим два прицела, стоимостью в районе около 300 тысяч. Начнем с характеристик. Дедал 490 ДК-3 третьего поколения. Корпус выполнен из ударопрочного углепластика. Устанавливается на любое оружие с выбором конкретного кронштейна. На объективе резиновая крышка с отверстием для пристрелки и стрельбы в вечернее и сумеречное время. Диаметр объектива данного прицела 100 мм, есть и 165 мм. Этот прицел со 100 мм объективом имеет увеличение 3,7 крат. Угловое поле зрения 10 градусов. Фокусировка имеет ощутимый клик и настраивается точно. Барабаны ввода по праву большие и очень тугие, но крышки, защищающие барабаны, пластиковые. Один клик равен 10 мм по 100 метрах. Барабаны имеют функцию вывода пристрелки на 0, включения прибора и инфракрасного светителя. ИК-осветитель встроенный и имеет три режима яркости. У окуляра есть маховик яркости прицельный сет. С торца настройка яркости преобразователя. Отсек питания закручивается и крышка на хлястике. Питанием служат батарейки 2А, две штуки. Ресурс очень маленький. ИК-осветитель диодный, мощностью 75 мегаватт. Длиной волны 805 нанометров. Имеет фокусировку поворотом объектива фонаря. Под инфракрасным фонарем есть разъем под пульт дистанционного управления. Для включения прицела удаленно. Окуляр с наглазником вращается и настраивается диоптрийная четкость. От минус 3 до плюс 4 диоптрий. Резиновый наглазник съемный. Размеры небольшие. При весе прицела чуть менее 900 грамм. ИОП в прицеле третьего поколения. Монохромный. С зеленоватым оттенком. О чем говорит название литеры B и W. Чувствительность фотокада и разрешение достойное. Но ближе к второму плюс, чем к третьему поколению. Но картинка очень хорошая и контрастная. Все отлично видно. Если есть сторонний свет. Звездная луна или инфракрасный осветитель. Видно даже созвездие большой медведицы. Яркость прицельной сетки можно убрать вообще. Для съемки на видеокамеру или фотоаппарат. Яркость преобразователя настраивается под определенную освещенность. Прицел оснащен автоматической регулировкой яркости. При яркой засветке прицел выключается. Фокусируется прицел. На определенное расстояние. Тепловизионный прицелопульсар APEX 75 с дальномером. Диаметр объектива 75 мм. С углом поля зрения 7,5 градусов. Оптическое увеличение трехкрасное. Цифровой зум в два раза. Слева на корпусе находится дальномер. Дальность действия дальномера до 1000 метров. Длина волны инфракрасного. Излучение дальномера 905 нм. Фокусировка изображения от 5 метров. Находится в вертикальной плоскости. Имеет большой ход. Что удобно при точной настройке. На корпусе есть наклейка. Как правильно закрывать отсек питания. Изучите эту инструкцию. Питание служит для батарейки CR123A. Ресурсом работы до 5 часов. Что практически в 5 раз больше, чем у 490 дедала. Кнопки управления и настройки находятся сверху корпуса. Ближе к окуляру. Кнопки большие. Справа на корпусе находится энкодер. Для быстрой корректировки изображения. И доступа в меню прицела. Прицел имеет диоптридную настройку. От минус 4 до 3,5 диоптрий. Удаление выходного зрачка 67 мм. Наглазник несъемный. Прицел очень длинный по размеру. И весит 920 грамм. Длина на треть больше, чем у дедала. Функционал прицела большой. И в меню вы найдете много настройок и функций. Одной из интересных функций является PIP. С английского картинка в картинке. С помощью нее вы можете видеть как общий план, так и приближение по центру перекрестия одновременно. Что удобно при стрельбе на большие дистанции или стрельбе в бегущей цели. Также прицел имеет функцию постоянного сканирования на дальность. С помощью которой вы просканируете всю местность и поймете с какими дистанциями вы имеете дело. Точность измерения плюс-минус 1 метр. Далее идет небольшое сравнение восприятия картинки между ночным прицелом и тепловизором. Учтите, что качество картинки разное, так как с тепловизора идет запись на видеорекордер со средним разрешением, а запись с ночного прицела через камеру, установленную у окуляра. Качество картинки в реальности намного лучше в обоих случаях. Это только общее представление. Еще нужно учесть естественную освещенность в черте города. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok